Сегодня у нас в студии программы «Простые чудеса». Замечательные гости. Настоятель из Пасского храма в поселке Андреевка, Московской области, священник Дмитрий Полищук. Со своей супругой, матушкой, и самым младшим, я так понимаю, Адриан. Предпоследний. А, предпоследний. У вас же пятеро сейчас, да? Пятеро, да. Пятеро. Вот самые большие чудеса, здесь в этой студии точно все это знают и часто повторяют, это дети. Да, Павел Алексеевич, вы абсолютно правы. Дети – это наше счастье и наши чудеса. И чудеса начинаются с того момента, когда ты встречаешь свою будущую супругу, и в ней уже видишь своих будущих детей. И наша история с матушкой, наша встреча с ней тоже полна всяких удивительных чудес. И в том числе связаны они с нашим любимым, к сожалению, уже почившим отцом Дмитрием Смирновым, который непосредственно повлиял на нашу судьбу и мы с матушкой. Он мне подсказывал, как мне завоевать свою будущую супругу. Причем делал это не где-нибудь, а в самом алтаре. Поэтому там, конечно, да. Не могло быть, у матушки не было шансов. Во-первых, вдалеке от женских ушей глаз в алтаре. Это единственное место, куда еще пока женщины не проникли. Началась наша семейная жизнь, можно сказать, с благословением батюшки. И потом, когда, собственно говоря, уже родился Адриан наш, вся ситуация с Адрианом, она тоже произошла благодаря мужеству отца Дмитрия. Потому что когда мы узнали о диагнозе, который поставили Адриану, спинально-мышечная атрофия, это считается орфанным заболеванием, то есть достаточно редким. Хотя среди редких оно частое, как выяснилось. Но когда ты с этим сталкиваешься впервые, у тебя, конечно, это шок, непонимание, что происходит. Но, а потом, когда спустя время мы поняли, что нам нужно пройти такой вот путь довольно сложный и непростой по такому народному сбору средств для лечения Адриана, то мы столкнулись с такой нестандартной проблемой. Благотворительные фонды не хотели брать нас, потому что опыта по закрытию такого объема средств, которое нам требовалось, ни у кого не было до этого. Вот действительно ни у кого. И благодаря тому, что мы приехали к отцу Дмитрию и познакомили его с нашим младенцем, и он проявил себя как настоящий христианин, пастырь и лев. Он 7 марта, мы его поздравили с днем рождения, это был 20-й год как раз, и 8 марта на Блаженную Матрону Московскую он уже через свой мультиблок обратился к своим читателям-слушателям. И с этого начался наш такой вот довольно интересный и чудесный сбор. Да, и нам нужно было успеть собрать необходимую сумму до его двух лет, потому что до двух лет могли ему ввести этот препарат, и мы были еще ограничены очень во времени. Вот. Поэтому, конечно, батюшка очень нас поддержал по-отцовски, мне кажется, как-то отнесся к этой ситуации, как к родным людям, и прям очень растрогался, познакомившись с Андрианом, как-то его к себе прижало. У нас даже сохранились на памяти эти чудесные снимки, насколько вот он проникся этой ситуацией, чуть ли не со слезами он на глазах слушал вот историю, и от всего сердца отозвался, откликнулся, и когда он обращался к своей пастве, он такими трогательными словами говорил, что мы получили сразу очень мощный отклик. И вот эта невероятная поддержка отца Дмитрия вдохновила нас на то, что все возможно с Божьей помощью. Ну, ведь это очень-очень больно и сложно, когда ты сталкиваешься с этим и понимаешь, что... Да. И больше всего хочется закрыться в этой ситуации. Меньше всего хочется идти к людям, рассказывать, делиться. Наоборот, я очень понимаю родителей, которые закрываются в этой ситуации, уходят в семью, перестают общаться, вот потому что когда больно, тяжело, хочется немножко отгородиться от мира, но мы были вынуждены, переступая через какие-то свои эмоции, чувства, дать Андриану эту возможность. Потому что на тот момент в стране, к сожалению, не было нужного лечения. Вот. И все детки того возраста, к сожалению, родители тех деток, просто пробивали стену для того, чтобы помочь в дальнейшем и другим детям уже получать необходимое лечение. Вы приняли такое решение. Ну, а как вы себя вот укрепляли на этом пути? Что вам помогало? Вот с самого начала, скажем, ситуации с Андрианом, я хотела поделиться тем, что во время Великого поста мы получили диагноз. Это был 20-й год как раз. Ковид в самом расцвете. И мы получили диагноз Андриана, когда врачи нам не оставили никаких шансов. На тот момент, на тот момент заболевание в России еще не лечилось. Да, это только были какие-то зарубежные препараты. И врачи нам не оставляли никаких шансов. Я помню, это была Страстная Седмица, апрель месяц. И я как-то для себя приняла внутреннее решение ходить каждый день Андриана причать в храм. Каждый день. И Светлая Седмица, когда наступила, и вот как-то было чувство, что просто Господь подхватил. И все 40 дней пасхальные мы с ним были каждый день. И потом еще все лето. До начала лечения я каждый день ходила в храм, причащала Андриана. И я знаю, что только Господь его сохранил, потому что это было несколько месяцев, и Андриан не заболел. А, к сожалению, болезнь для деток с таким заболеванием это очень мощный откат назад. И чем больше ребенок и сильнее болеет, тем меньше потом он может что-то наверстать и восстановиться. Я просто знаю, что Господь сохранил и помог Андриану дойти в максимально хорошем состоянии до получения первой поддерживающей терапии. Машка, ну не было такого состояния, что обида на Бога, обида на... Нет, нет, мы об этом тоже с бачкой. Почему с нами четвертый ребенок, да? Мы, знаете, мы как Бога поблагодарили, что это случилось с четвертым ребенком. Потому что как оказалось, что это могло случиться с каждым из наших предыдущих детей. С каждым. Потому что потом уже... Мы нашли друг друга с матушкой. Потом уже когда... У нас рецессивный ген есть и у меня, с поломанной, и у матушки. Но он именно рецессивный, то есть он... Мы как носители, мы являемся, да. Мы как носители, и можем передать его детям. Да даже если и передали, оказывается, он не у всех проявляется в форме активной болезни. Вот, оказывается, 25% от каждой беременности. И у нас как раз получилось, трое. И вот четвертый оказался не просто носителем этого гена, но и активным, в активной форме болезни. Большой, но в этой ситуации получается, что все ваши дети чудеса и чудеса... Конечно, конечно. То есть, как мы потом уже выяснили, что... Что этого не случилось, и что это случилось. Да, да, что это могло случиться и 10 лет назад, когда родилась наша старшая дочка, и тогда вообще никаких шансов у нее не было бы. Вот, а получилось, что у нас прямо как по книжке, как нам потом врачи объясняли, так и ситуация сложилась, что трое наших старших детей абсолютно здоровы, только сдав анализ крови, можно увидеть носительство. При том, что сын вообще абсолютно здоров, он даже не является носителем. И такое тоже возможно, да. Такая ситуация, это очень серьезное испытание веры, прежде всего. Я помню тот ответственный момент, когда мы собрались в гостиной с крестной, с близкими людьми, и у нас стоял только один вопрос. Мы поговорили со специалистами про лечение, еще мы ничего не знали. И никто ничего не знал. И у нас была альтернатива либо превращать свой дом и матушку в реанимационную сестру и подключать Адриана к аппарату искусственного дыхания и так далее, либо довериться воле Божией и просто наблюдать, как младенец потихонечку уходит. Вот такая только у нас была поначалу перспектива, потому что Адриан, через несколько месяцев, как он появился, он на свет, он не развивался, как наши другие дети. Матушка очень тонко вот это все почувствовала вовремя, и диагноз далеко не сразу нам поставили. Это тоже нам Господь дал православного невролога, который, кстати, не детский, а взрослый. И он так вот, помню эту бумажку, она у меня до сих пор запечатлелась перед глазами, СМА под вопросом. И отправил нас в институт один-единственный в Москве тогда, который принимал этот анализ. Мы понятия не имели, что такое СМА, ну, естественно, обратились к сети всемирной, вот, и ужаснулись поначалу. Неужто такое может быть с нашим ребенком? А когда спустя несколько недель подтвердилось это заболевание, то, конечно, это был ужас поначалу, потому что, когда еще врачи сказали, что никаких шансов на выживание нету, ну, мы просто были готовы уже ходить на могилку к нему, в конце концов. Мы просто с этим, ну, не то чтобы смирились, приняли это как волю Божию. Потому что, потому что, видимо, такое нам надо пережить. И когда мы это приняли, Господь начал посылать утешение. Вот тут же. Тут же. Ну, первое утешение для меня было то, что тот же невролог, уже другой, сказал, что вообще-то где-то в Америке изобрели лекарства. Вот. Так было. Вот именно так, что вот, знаете, а где-то вот в Австралии живут какие-то дикие там животные или аборигены. Давайте вот, может быть, там шаман местный поможет. Вот где-то вот на таком же уровне, понимаете, на уровне слуха. Конечно, стали эту тему изучать. И потихонечку, потихонечку действительно выяснилось, что первое в мире генетическое лекарство, которое оказалось в Книге рекордов Гиннесса по стоимости. 164 миллиона рублей. Да, да. Такого вообще никто не знал. Ну, то есть это, ну, беспрецедентная совершенно такая история. Вот. И еще надо тоже такой... Это даже если просто написать на столе, вот, не хватит стола. У меня гуманитарное образование, пусть их и два, но я услышал, сначала спросил, миллиарды? Ну, то есть, какая разница? Уже, да. Ну, тут два с половиной миллиарда, два с половиной миллиона, потому что это та сумма, которую даже если ты продаешь себя на запчасти, на органы, вот, все равно тебе не хватит. Именно в тот момент мы поняли, что без Бога не до порога, а в прямом смысле. И, конечно, когда мы полностью погрузились в лечение Андриана, в его постоянную реабилитацию, и приняли, приняли на тот момент для себя решение, что мы, конечно, не можем сейчас планировать еще деток, мы это сели, обсудили вот с нашим близким человеком, с батюшкой, потому что врачи нас тоже разную нам давали информацию по этому вопросу, и мы для себя приняли просто решение, что точно на данный момент несколько лет мы не можем просто себе этого позволить. И в храме на службе, это было в конце сентября, крестово сдвижение, вдруг я понимаю, что-то не то. Что-то происходит не то. И выйдя буквально из храма, я узнаю, что да, нам Господь послал еще ребеночка. Прямо вот день в день. И это был ответ. Мы, знаете, мы взяли на себя ответственность, что мы можем сами распланировать свою жизнь, что мы можем ее решить наперед на несколько лет. И через три дня мы тоже получили совершенно другой ответ. И я понимаю, какая это была милость Божия. Потому что на тот момент Андриан еще был маленький, и я его носила в беременность до последнего момента, и мне было еще не так тяжело, скажем, как сейчас, когда его так же нужно носить, но поднимать его уже в разы стало труднее. И плюс Господь вам в прямую указал, не вы решайте. Вот, вот. Я решаю за вас. Да, да. Следуйте только, не стойте на пути у Бога, и все. Да, это точно. Андриан, а кто это вот? Знаешь, кто это? Ангел. Ангел. Правильно. А знаешь, про что это вообще картинка? Ты идешь вечером, когда луна светит, или фонарь светит, ты видишь лужу, да? Да. И в луже отражается что-то? Да. Вот подходит к луже три человека, один видит грязь в луже, да, а другой видит отражение луны, да, а третий видит еще отражение луны кого? Месяц. Ангела. Ангел. Месяц. Месяц. Ну, месяц тоже. Да. Собрали невероятную фантастическую сумму. Вот помните, что вы ощутили в этот момент? Помню. Знаете, я как в зеркало видела себя и свою жизнь и радовалась радостью других. На тот момент вообще не было сил радоваться. Но сколько людей нам написали, что они радовались так, как даже не радовались на своей свадьбе, вот, закрытию сбора. Это было совершенно чудесно. Тысячи людей. В день памяти святителя Николая. Отозвольте. То есть вот мы начали в день памяти Матронушки сбор. И в течение сбора постоянно к ней ездили за просьбой, за помощью. Едем к ней, какие-то моменты решаются. Не едем, все, все встает просто. И вот просто с ее помощью мы проходили этот путь. И, конечно, молились на всем. У нас сложилась огромная команда волонтеров, волшебниц, как мы их называли, людей, которые пришли к нам отовсюду, и из-за рубежа, и из России. И вместе с нами шаг за шагом проходили этот путь. И каждый день мы все собирались дома, Келейна, на молитву по соглашению. Просили сначала за Андрианчик, а потом, когда сбор закрылся, и молились еще и за других деток, кому тоже необходима помощь и лечение. И вот совместной молитвой, объединенными усилиями мы смогли пройти этот путь. Я не могу сказать, что это мы только с батюшкой молодцы. Нет. Это огромное количество людей. Вот вы сказали, что вы начали сбор в день памяти святой Матроны. Московской блаженной, и молились к ней, постоянно обращались. Ну, вот чувствовали молитвенную поддержку именно Матушки Матроны? Вот каждый шаг. Вот холод, метель, начало весны как раз. Еду к Матронушке, вообще не понимая, что делать, как вести, к кому обратиться. Никаких связей людей нет. Я еду обратно из монастыря, мне тут же приходят звонки, сообщения от знакомых людей, от незнакомых людей. сразу приходит помощь. Она приходила, вся помощь, через людей. И это было просто удивительно. Мы сразу получали ответ. И вот даже спустя три года, как закрылся сбор, как Андриана получила лечение, вновь я ездила сейчас с Андрианом к Матронушке, потому что все равно у нас процесс идет долгий. Это долгий, да. Не то, что мы завершили его, выдохнули и расслабились. Мы живем во всем этом дальше. И вновь прибегаем к молитвенной помощи Матронушки. Дальше я от нее еду к врачу, и я вновь получаю ответы. Как нам быть дальше? Что нам делать дальше? Поэтому ее помощь была просто ощутимо, осязаема сразу. То есть она вас не оставляет до сих пор? Не оставляет до сих пор. Андриан, а ты ездил к Матронушке? Да. Да? Помнишь Матронушку? Да. Ты что, ей отвез? Цветочек, да? Да. И тебе тоже дали цветочек? Какой тебе дали цветочек? Розы. Розочку, да. Розочку дают возле Матронушки. Всегда цветочки раздают. И в день закрытия сбора как раз это после Пасхи в радостный такой период, я помню, мы вышли из храма, и мы получаем ответ, что все, наш сбор закрыт, что нашелся человек, который помог нам его завершить, мы же были еще очень ограничены во временной. Во временной. Я тогда уже ждала Иларию, и срок у меня уже был самый конец беременности. Ситуация была очень сложная. На тот момент в России не вводили этот препарат. Наши врачи прошли обучение. Вот это буквально период двух месяцев. За два месяца сбор шел. Там еще посередине был Израиль. Мы радовались, что Израиль еще одна страна, где это лечение можно получить. Радовались, до потолка прыгали. Такие простые радости, да? А в марте как раз 2020 года от своего врача мы узнаем о том, что наши врачи, несколько человек, получили здесь, приехали специалисты, их обучили, и теперь здесь, в России, это лекарство можно получить. И вот фактически мы были в первой пятерке, кто в России это лекарство получил. И вот этот небольшой период по времени, несколько месяцев, для нас был просто удивительным, потому что мы готовились совершенно к одному, и на наших глазах Господь так менял всю эту ситуацию, казалось бы, полностью от нас здесь ничего не зависело, и в итоге мы получали лечение в Москве, и так удивительно совпало, что дата моих родов совпадала с днем введения препарата Андриана. Мы чудесным образом за очень небольшой срок закрыли сбор, там, два с лишним месяца, и буквально за 10 дней нам привезли препарат. Все врачи, у которых мы получали лечение, просто объединились. Они объединились, и они не верили, что так быстро можно эту сумму. Эта сумма, мы с этим столкнулись в других ситуациях, когда сумма собрана, а то привезти не могут препараты, то из-за ковида там всякие задержки и так далее. А у нас расстояние между закрытием сбора, получением всей суммы и введением буквально 10 дней. Я так понимаю, что все эти 10 дней, как минимум, святитель Николай вас уже вел. Конечно. 22 мая закрыли сбор на день его памяти, да? Да. И вот этот сам период сбора, когда просто душа наизнанку выворачивалась от того, что люди для тебя готовы сделать. Я хотел бы рассказать про человека, который очень тоже нас поддержал. и обычно мы говорим про батюшек. А здесь непосредственно мой начальник, который действительно очень... Вы говорите, наверное, по Владику Ювенали. Да, совершенно верно. Который на тот момент возглавлял московскую епархию, в которой я служил. И, конечно, прежде чем выйти на вот такой масштабный народный, что называется, сбор, мне надо было получить его благословение. А так как я еще был председателем епархиального отдела по взаимодействию со средствами массовой информации, то, конечно, я должен был попросить благословения на это дело. Я написал письменное обращение к Владыке. И тоже для меня это очень драгоценно. Это наши фамильные, уже можно сказать, реликвия. Владыка лично на этой бумаге написал пожелание здоровья младенца Андриану. Не только благословение, но и к тому же еще благословил выделить из фонда Московской епархии значительную сумму денег, которая легла в основу нашего сбора. И вот первые деньги, которые появились на счету нашего сбора, это были деньги, благословленные Владыкой Ювенарием. Вот, поэтому я ему очень благодарен, дай Бог ему здоровья, нашему дорогому Владыке, и всем, кто участвовал в нашей помощи нам. В вашей жизни еще был еще один священник, такой известный, Валериан Кречетов, отец Валериан. Да. Вот, замечательный, совершенно удивительный батюшка, и дай Бог ему здоровья. Вот, мамочки мои уже 20 лет нету, на этом свете Господь ее забрал довольно рано, но одно из главных, что она сделала для нас с сестрами, дала нам замечательную возможность общаться с такими великими людьми, как отец Иоанн Кристианкин, вот, к отцу Николаю Гурьянову мы ездили в свое время, и отец Иоанн действительно такой удивительный человек, духовник нашей семьи, и сейчас тоже мы к нему ездим по особым таким случаям и вопросам, и исповедь, и все самое главное, что связано в том числе и с болезнью, он умеет правильно настроить именно взгляд на эту ситуацию с духовной точки зрения. Да, я в Риасе, да, я священник, но человеческое же оно есть, батюшка, он не с Марса, и поэтому, конечно, вот эти страхи, переживания, это все, конечно, было в нашей семье, и отец Валериан удивительным образом смог настроить нас на правильное отношение к этому, и мы восприняли с матушкой, что нам надо что-то в жизни потерпеть, и не самое страшное. И вот ехали на передачу, даже обсуждали это и говорили между собой, гораздо хуже, если бы наша семья развалилась. Но, к сожалению, такое нередко встречается, когда муж с женой, даже не на фоне болезни, детей, а просто, что называется, завель помидора, и ушла любовь. Это гораздо худшая катастрофа, чем то, что вот ребеночек болеет, это все вполне можно преодолеть, и это все на пользу. И наши семьи, и дети наши, они очень видят это, и вырабатывается правильное христианское к этому отношение. Вопрос, который мы задаем здесь, обязательно, в студии, традиционный наш вопрос. Матушка, что для вас чудо? Чудо – это наша жизнь. То, что Господь нам каждому даровал чудо. И вся наша жизнь, если она идет со Христом, наполнена верой в Него, она чудесна каждый день. И мы тоже этот вопрос, батюшка, обсуждали, что буквально в каждом дне можно найти и помощь Божию, и Его присутствие, и Его заботу о нас. Поэтому я не могу сказать, что только какое-то одно чудо у меня было в жизни, и оно было с каждым из детей. И даже их рождение на свет, это уже, для родителей мне тоже кажется всегда большое чудо. И то, что мы вместе встретились, и Господь нам вообще дал возможность пройти жизненный путь. Дай Бог пройти его достойно. Вот это уже наша ответственность и задача. Присоединяйтесь, батюшка. Да, я согласен абсолютно с матушкой, потому что жизнь действительно величайшее чудо. И это книга, которую Господь нам дал для того, чтобы мы питались питались и душой, и интеллекцию наполняли, изучали и благодарили Бога за то, что у нас есть. А еще можно благодарить Бога за то, чего у нас нет. Тот же самый отец Дмитрий говорил, у тебя есть раковая опухоль? Нет? Вот, благодари Бога. Это же тоже, на самом деле, чудо, когда человек здоров. При нашей экологической ситуации, стрессах, ты здоров, сам в храм можешь ходить. Благодари Бога. Вот это очень важно. Благодарность. Благодарность.